Как понять, кто вовлеченный делатель и тащит, развивает компанию вперед, а кто плохой делатель и эту же самую команду тянет назад? Почему в команде каждый должен понимать, что такое продукт? И главное, как собрать эту команду, вот такую команду мечты? Ответы на эти вопросы есть. Они есть у Екатерины Ким. Она абсолютно уверена, что люди — это главное, ну и будущее за людьми. Екатерина, добро пожаловать на сцену. Ваши аплодисменты. Екатерина — директор компании iTrack. Спасибо за представление. Здравствуйте, коллеги. Рада вас приветствовать вновь на партнерской конференции Bittrex. Как меня уже представили, меня зовут Екатерина Ким. Я директор компании iTrack. Сегодня с вами поговорим на тему «Как собрать команду мечты?» И немножко расскажу сначала историю о себе. Я пришла в компанию iTrack менеджером по продажам. И за небольшой период времени доросла до исполнительного директора, а потом впоследствии выкупила компанию. И вот уже три года я являюсь собственником этой компании. И зачастую все эти три года мне все время виделась вот такая картинка. Мне все время представлялось, что моя компания выглядит примерно так. Как вы думаете, с кем из этих персонажей я себя ассоциировал? Да-да. Конечно же, с тем, кто тащит больше всех, работает по 12 часов в сутки, несет на себе тяжелую груз ответственности и заинтересован больше всех в том, чтобы эта тележка куда-то двигалась. Скажите, пожалуйста, а кто-то из вас ассоциирует себя с этим же самым человеком? Супер! Спасибо! Я не одинока, и я тогда думаю, что мой доклад будет вам полезен. Нет, конечно же, все это время со мной были ребята, которые помогали, которые разделяли мои ценности, которые также заинтересованы были в росте и развитии компании. Но были и те, которые, в общем-то, стояли отстранены, и им, в общем, все равно было, где работать, в Айтреке или в любой другой компании, лишь бы платили вовремя, да нагружали поменьше. А были и такие, которые, вы знаете, на первый взгляд отличные ребята. Все их любят, они практически друзья, но вот результаты работы у них полный ноль. И мне-то все время хотелось, чтобы моя компания выглядела вот так, чтобы тащила вся команда, а не только я, чтобы все были мотивированы, эффективны, и самое главное, чтобы все работали в одном единственном направлении. Я все эти три года постоянно экспериментировала с наймом, с мотивацией, с обучением, как мы только не нанимали. Одно время мы проводили обязательные IQ-тесты, давали людям на собеседование, и нанимали только тех, кто набрал выше определенного порядка баллов. Потом мы нанимали тех, кто работает удаленно, потом нанимали тех, кто работает только в офисе, потом нанимали дорогих, потому что нам казалось, что они же уже компетентные и опытные, но нет, оказалось, что научить проще, чем переучить, нанимали потом стажеров. Мы нанимали через кадровое агентство, нанимали по рекомендациям, и даже в один период времени мы нанимали только девочек, потому что в нашем офисе было порядка 90% мужчин. Заходя в офис, мне казалось, что я попала в армейскую казарму. Конечно, все эти механики давали определенные результаты, но в целом картинка не менялась. И вот на одном из последних обучений мне вдруг объяснили и донесли до меня, а что самое главное, что, собственно, важно при найме, на что нужно обращать внимание. Оказалось, что самое важное — это очень простая вещь. Это очень простая вещь, которая называется продуктивность. Продуктивность — это характеристика человека, которая показывает на то, были ли у него результаты в прошлом или настоящем, в работе или в жизни. Так очень просто. Нужно нанимать продуктивных людей. А продукт — это результат какой-либо деятельности человека. Желательно ожидаемый. И люди, которые видят продукт в каждой своей деятельности, называются перформеры. Их на самом деле немного, порядка 5%. Но эти люди способны к самоорганизации. Они сами себя мотивируют. Они в любой своей деятельности, как я уже сказала, видят продукт. Они сами видят, что нужно улучшить, какие решения принять. И сами же эти решения воплощают в жизнь. Это самые продуктивные люди. Есть еще люди, которые продукт не видят. В целом, как бы, ну, они работают, но конечную цель могут не видеть. Но они желают работать. И если им объяснить, что является их продуктом, то они могут быть очень эффективны. Ну и есть третья категория людей, которые продукт не видят и работать не желают. И вообще в целом всегда себе выпрашивают самые лучшие условия, а результата от них ноль. Они называются плохие делатели. Так вот, исходя из этого понятия продуктивность, нам на работу нужно принимать только перформеров и хороших делателей. Ну вы, наверное, увидели эту картинку и подумали, у меня должны работать только перформеры. Что же мне распыляться, зачем я буду брать делателей? Лучше уж брать тех, кто всегда видит продукт самомотивированный, самоорганизованный, и вообще они такие классные, замечательные. Я, собственно, после того, как начала эту механику внедрять в нашей компании, думала так же. Думаю, ну я теперь умею же находить перформеров, буду набирать только перформеров. И вот у нас в начале этого года освободилась вакансия на менеджера по маркетингу. Вы, кстати, не представляете, какое количество откликов мы получаем на вакансию стажера отдела маркетинга за 15 тысяч рублей. Невероятно, воронка широчайшая. И вот у меня была большая практика. Я с удовольствием потренировалась в собеседованиях и отыскивала только перформеров. И действительно, к нам приходили такие звездочки. Мне удалось среди вот этих вот ста откликов найти порядка четырех. Четырех стопроцентных перформеров. Значит, вышел человечек на работу. Я прямо почувствовала какая-то сумасшедшая, колоссальная разница. Ты даешь ему учебник по продукту, он тебе уже через две дня все сдает. Даешь ему задачу, пожалуйста, посмотри сайты конкурентов. Вот мы хотим обновить себе страницу по техподдержке. Он уже в этот же день выдает прототип. То есть результаты его были просто потрясающими. И вот даю ему одну задачу, вторую, третью. Он их все щелкает, как орешки. Говорит, Кать, а дальше что? Я говорю, ну, дальше вот, значит, кейсы нужно загружать в личный кабинет Битрикса, а потом еще туда отзывы надо загружать, акты по техподдержке, новости публиковать. Ну, в общем, все для того, чтобы зарабатывать баллы и чтобы мы росли в рейтинге Битрикса повыше. Он такой, да, понял. А дальше что будет? Я говорю, ну, а дальше все то же самое, только на РУВАРТ. Говорит, а дальше что будет? Ну, и то же самое все только на рейтинг Рунета. В общем, через неделю он сказал, что у вас классная компания, все замечательно, вы все прекрасные люди, но мне предложили проект, стартап, и, в общем, я ухожу туда. Следом пришла еще одна девочка перформер, ситуация повторилась. И, собственно говоря, в этот момент я поняла, что, наверное, перформеры не уживаются не потому, что с ними что-то не так, а потому, что с нами что-то не так. И действительно, перформеры – это в основном лидеры. Лидеры, которые всегда стремятся расширить свою зону деятельности. Они всегда стремятся улучшить свои результаты, и им всегда нужна конкуренция. Поэтому, если вы сажаете человека за рутинную работу, как у нас, чем у нас занимается стажер по маркетингу, он занимается тем, что он постоянно поддерживает наши позиции в рейтингах, то, естественно, ему работа эта не подходит. На эту работу лучше всего нанимать хорошего делателя. А вот если вам нужен маркетолог, который разрабатывает для вас стратегию по продукту, который придумывает новые продукты, открывает новые рынки, то тогда, конечно, лучше брать перформеров. Но что точно я могу сказать, это то, что плохих делателей нужно найти и обезвредить. Так как находить этих продуктивных людей? Забегая вперед, сразу скажу, что их нельзя определить по резюме. Бывают хорошие резюме, два верхних смайлика. Все классно у них описано, и рекомендации есть, и опыт подходящий, и образование классное, да и портфолио замечательное. Но определить, продуктивно они будут работать или нет, вы не сможете. То же самое и с теми, у кого плохое резюме. Может быть написано, что просто разработчик на битриксе, а потом начинаешь с ним работать в деле, понимаешь, что он просто гений. А резюме он писать просто не умеет, и вообще он скромный и интроверт. Поэтому как же определить ту самую продуктивность? Определить продуктивность можно с помощью специального интервью по нужной методологии. Состоит оно из трех шагов. Первое, что вы делаете, когда встречаете с вашим соискателем, вы ему объясняете, что такое продукт. Это очень важно договориться о понятии. Вы говорите, что я проведу с вами короткое интервью, где мы с вами поговорим про продукт. Продукт — это ожидаемый конечный результат какой-либо деятельности. Например, продукт пекаря — это хлеб. Продукт дворника — чистый двор. Продукт секретаря — что может быть продуктом секретаря? Удовольствие руководителя. Ну вот сложно померить. Ну, например, это могут быть вовремя отвеченные звонки. Хотя продуктов у каждой должности может быть несколько. И если соискатель говорит, да, окей, я все понял, дальше вы переходите непосредственно к серии вопросов. И после проведения интервью нужно будет обязательно удостовериться в правдивости тех данных, которые он вам оставил. Из чего состоит само интервью? Первое, что вы должны будете спросить, исходя из понимания, что такое продукт, назовите, пожалуйста, что было вашим продуктом на последнем месте работы. Перформер отвечает примерно так. Я был project-менеджером в веб-студии. Мой продукт — это оборот, закрытый актами. Не перформер, делатель отвечает обычно так. Я был project-менеджером в веб-студии. Мой продукт… Ну, я писал техническое задание. Я ставил и контролировал задачи у разработчиков и временами еще даже нанимал фрилансеров. Еще пример. Перформер скажет, я был аккаунт-менеджером. Мой продукт — это показатель клиентской лояльности и суммарный объем продаж с одного клиента. Не перформер говорит, я занималась продажами и вообще проводила встречи с клиентами, чтобы убедиться в том, что их лояльность к нам не угасла. И так далее. А еще очень часто не перформеры отвечают так. Я был маркетологом в веб-студии. Прошу прощения. Моим продуктом были сайты. В этот момент я обычно их поправляю. Назовите, пожалуйста, ваш конкретный продукт, а не продукт компании. Извините. Вообще говоря, я вчера заболела. Сегодня с температурой пыталась прийти в себя. Антибиотики мне помогли, но кашель не прошел. Еще минутку. Едем дальше. Вы понимаете разницу, да? Перформер всегда называет результат, а делатель всегда называет процесс. Если вам попался перформер, то следующая серия вопросов, которые вы ему адресуете, это то, как вы измеряли ваш продукт и сколько вы производили по сравнению с другими своими коллегами. Перформер всегда ответит на этот вопрос, потому что он привык измерять свои результаты и сравнивать с другими. Если вдруг вам человек, который назвал сначала свой продукт, не отвечает на эти вопросы, значит, он не перформер. Вопросы для делателей. Скажите, пожалуйста, а как изменялся ваш объем работы, круг обязанностей, изменялась ли за время работы ваша зона ответственности? Если делатель хороший, то, скорее всего, у него все показатели росли, увеличивались. Если ничего не менялось или, наоборот, спадало, то делатель плохой. У нас есть специальная анкета для проведения интервью. Если вам нужно будет получить шаблон, то в конце будут мои контакты, вы можете мне написать, я скину вам анкетку. Итак, допустим, вы смогли находить перформеров и хороших делателей. Достаточно ли это для того, чтобы собрать команду мечты? Конечно же, недостаточно. Что нужно еще? Еще две составляющие. Первое. Вы помните, у вас работают не все перформеры, а значит, не все понимают свой продукт. А значит, вы должны расписать каждому его продукт на каждой должности, а лучше ценный конечный продукт, так называемое ЦКП. Расписать и обязательно спросить, чтобы этот человек понимал, чего вы от него ожидаете. Второе. Чтобы собрать команду мечты, нужно, чтобы ваши сотрудники были вовлечены в процесс. Вовлеченность по сравнению с продуктивностью. Это не характеристика сотрудника. Это характеристика взаимоотношений между сотрудником и компанией. Вовлеченность – это показатель того, насколько ваш сотрудник готов выходить за зоны своей ответственности и делать больше на благо компании достижения ее целей. И очень легко померить вовлеченность, когда вы понимаете, что ваши сотрудники рекомендуют вашу компанию в качестве работодателя для своих знакомых и партнеров. Но от чего же зависит эта вовлеченность? Как можно ею управлять? Как можно ее повышать? Вовлеченность напрямую зависит от того, насколько сотрудник понимает цели компании. Собственно говоря, когда я в 2018 году отходила от операционки, у нас образовались руководители в каждом из своих отделов, я заметила одну интересную вещь. Вот вроде бы те руководители, которые непосредственно мне подчиняются, полностью разделяют цели компании и принимают решения, исходя из наших целей, задач на этот год и в целом из миссии нашей компании. А те, которые работают непосредственно с клиентами, очень часто ими не руководствуются. И тогда мы решили написать цели компании непосредственно в учебнике по продукту, которые проходит каждый сотрудник, независимо от своей должности, когда устраивается к нам на работу. Будь это секретарь, менеджер по продажам, менеджер проектов или аналитик, все они в обязательном порядке должны сдать учебник по продукту. Зачем? Да для того, чтобы у нас информация не исказалась при передаче от владельца компании через руководителей, через старших менеджеров к конечному сотруднику. Для иллюстрации того, как может исказиться информация, мы буквально накануне с некоторыми нашими ребятами выехали заснять интересный ролик, который я предлагаю вам сейчас посмотреть. Называется ролик «Испорченный телефон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Что получилось в итоге? И какой месседж был в самом начале? Да, вот так обычно и происходит. И не потому, что кто-то намеренно пытается исказить информацию, но потому, что такова жизнь. Итак, подведем итоги. Что нужно для формирования команды мечты? Первое. Нанимайте продуктивных сотрудников. Второе. Объясните каждому сотруднику вашей компании, что является его ценным конечным продуктом. Третье. Всегда повышайте вовлеченность вашей компании и пусть каждый сотрудник понимает цели и миссию и будет 100% ее обязательно вам сдавать в письменном виде. Если из моего доклада у вас возникло острое желание получить нашу анкету и начать интервьюировать на продуктивность, если вы прямо сейчас захотели записать продукт каждой должности и прописать цель и миссию компании в учебнике по продукту, то моя цель на сегодня достигнута. Спасибо. Спасибо, Екатерина. Sorry, sorry, я еще не закончила. Еще последний слайд. Да, последний слайд. Я обещала дать свои контакты для того, чтобы вы могли получить анкетку. Пожалуйста, рекомендую вам сфотографировать этот слайд. И здесь еще есть очень классный QR-код, который ведет вас в секретный чат тех, кто сегодня поедет на автопати после конференции. Приглашаю всех партнеров продолжить обсуждение сегодняшней конференции, впечатлений и итогов в ресторане. Сытый лось. Спасибо. Теперь все. Спасибо, Екатерина Ким. Екатерина, есть несколько вопросов, которые поступили через мобильное приложение конференции. Найдете в себе силы ответить? Да, 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 я все в порядке. Хорошо. А почему решили убрать IQ-тест? Ведь это практикуют крупные компании. Прокомментируйте, пожалуйста. Да потому что IQ-тест оказался неважен на разных должностях. Ну, то есть есть задачи, которые действительно рутинные, и там не нужно обладать каким-то супер логическим складом ума, где нужны какие-то решать сложные задачи. Ну, можно было бы оставить тогда именно для тех областей, где IQ-тест мог бы показать какие-то релевантные результаты? Да. Дело в том, что IQ-тест занимает очень много времени. На собеседование, когда человек приходит к вам в офис первый раз, давать ему IQ-тест на два часа – это негуманно. Понятно. Хорошо. Исчерпывающий ответ. Еще один вопрос. Как преодолеть шаблон, стереотип? Лучше сделаю сам и не бояться делегировать задачи. Ну, собственно, вы с этим справились. Ну, как это сделать? Приоритеты. Очень важны приоритеты. У меня на 2018 год стояла задача выйти из операционки. Это было единственным моим главным приоритетом, потому что мне очень сильно хотелось заниматься направлением по внедрению CRM. Собственно говоря, все зависит от ваших целей. Понятно. Спасибо большое. Екатерина, Ким, ваши аплодисменты. Катя, выздоравливайтесь скорее. Катя, выздоравливайтесь.